добрый вечер уважаемый кихот приветствую тебя уважаемая дульсинея мы с тобой не можем встретить встретиться лично единственный способ с тобой связаться это через телефон находимся мы с тобой за сотни километров друг от друга и сейчас мы с тобой продискутируем тему нужно ли фильтровать чтобы вываливать в соцсети о чем эта дискуссия мы с тобой просмотрели видео зачем за нами следят соцсетях и кто продает наши данные большое антаре интервью от big date и специалист по big date и артур хочу ян рассказал как соцсети могут читать наши сообщения как наш телефон нас подслушивает и кому все это нужно по сути нарисовал ужасающую картину слежки за каждым из нас по его словам каждый наш шаг известен не составляет труда составит наш психологический портрет по тем следам что мы оставляем в интернете эти данные используют спецслужбы для противодействия правонарушениям используют продавцы продукции с целью рекламы но эти же данные могут использовать ваши конкуренты и прочие лица для нанесения вам какого-либо вреда связи с услышанным мы с тобой уважаемые дульсинея решили закинуть эту тему в мясорубку по сеанс дискуссии по правилам дискуссионного клуба полтава дискутируем такой вопрос нужно ли каждому человеку фильтровать что вываливать соцсети ты дульсинея подготовила озвучившие аргументы в пользу того что фильтровать надо и мало того что фильтровать может даже вообще уйти из сетей в леса аяки ход подготовила звуча аргументы в пользу того что фильтровать ничего не нужно ведь мы вступили в эру развития человечества которую можно условно назвать нудистский пляж и так давай начинать нашу дискуссию сейчас твой первый синий аргумент и я тебя слушаю уважаемый кихот итак мой первый синий аргумент в пользу того что нужно фильтровать что ты выкладываешь соцсетях и первый аргумент носит название насколько свободен свободный человек мы все любим это сладкое слово свобода за нее погибали не погибают за нее многие готовы отдать все но очень часто это выскользающий призрак коварный мираж которому не дотянуться вот мы посмотрели это интервью и удивились насколько же все не так как нам казалось мы думали что мы властелин и распоражающийся своим временем жизнью перемещением всем и вдруг нам открылось что за нами всегда тянется ниточка на привязи под наблюдением нас контролирует не зря интернет называют сетью паутиной а слова передающие наше состояние это завис залить стыкнул слова передающие состояние обездвиженности и со свободой ничего общего не имеющие мой первый вывод заходя на территорию государства интернет ты автоматически становишься его подданным а иногда и безвольным рабом и никакой свободе ведь речь не может идти у меня все уважаемые пехоты но у меня такой вопрос вот раз мы есть такой вариант значит такой взгляд на историю что история это стремление человека к свободе то есть проявление человеческого духа к свободе и с каждым шагом с каждым витком истории мы достигаем этой свободы что ты можешь на это сказать ну как только что я озвучила в моем аргументе что оказалось что это призрак потому что люди которые иногда дорываются до интернета они считают что они обвели свободу которая равносильно во первых безнаказанности а вторых иногда свободу доводят до абсурда то есть мне можно на все и я уже властелин этого всего пространства то вот после этого интервью артура мы видим что это такая свобода когда ты становишься марионеткой ты очень свободен двигаться но только в том кругу куда тебя ведет этот интернет вот мы слышали как артур говорил что даже билборды по движению по твоему контенту который уже был загружен на телефон то есть нет здесь никакой свободы здесь все программируется сейчас мой моя первая синяя карточка аргумент в пользу того что в сеть можно вываливать все фильтровать ничего не нужно тост о любви в браке парень сделал предложение восхитительной девушки она согласилась и обещала во всем угождать ему выполнять его желание но при условии что один раз в год на одну ночь будет уходить из дома и парень не должен запрещать и подглядывать парень согласился сыграли свадьбу настало прекрасное время любви и согласия все так как и обещала девушка и один раз в год она уходила на ночь так прошло несколько лет и парень муж наконец не выдержал и проследил куда на ночь уходит его ненаглядной женщина вошла в лес упала на землю и превратилась в змею обвела собою камень всю ночь шипела на все стороны кусала камень и яд постепенно вытекал из ядовитого зуба а наутро змея снова превратилась в красивую женщину в конце тоста предлагается выпить за то чтобы у каждого была такая жена так вот тост это народная мудрость у каждого внутри далеко не холодец с хреном а тонны тухлой селедки которую нужно вовремя утилизировать иначе отравление неизбежно вот поэтому в сеть нужно вываливать все у меня все уважаемая дурсинея змея уходила один раз в год а когда заходишь в интернет чувствуешь что этот один день растянулся на 365 дней и все время 24 часа очень много змеи и мужского и женского пола выкидывают яд и если бы это было действительно так что они выбросили весь негатив всю желчь и все плохое что у них есть становились такими принцессами для своих родных это еще можно было бы как бы списать и сказать что это хорошо но ты веришь согласно этому тосту что после того как они изрыгнут все туда в интернет они становятся белыми пушистыми ну скажем так тост это народная мудрость это и тост и эта притча такая и просто показывает сущность человеческой натуры притча на основании жизненного опыта опыта человек который вываливает то что у него там тухлой селедки сколько накопилось он облегчается и он становится лучше а если вот как ты говоришь люди сидят каждый день по много времени это же ты представляешь сколько тухлой селедки накопилось за все годы эволюции что сидят сидят вываливают вываливают а но не вываливается может быть потому что она потом раздается и раздается внутри потому что есть еще второй принцип человечества это на что мы смотрим в той преображаемся если бы человек смотрел на что-то хорошее и говорил о чем-то хорошем может это тухлой селедки стало бы меньше но скажем так на методом методом проби ошибок познаем какой метод нам подойдет больше во всяком случае такого опыта у человечества не было и это как бы первый блин посмотрим будет он комом или не будет комом я закончил этот свой ответ теперь твой второй зеленый аргумент да мой второй зеленый аргумент называется все тайное становится явным как говорилось уже в интервью есть данные которые бы мы все хотели скрыть и иногда мы сидим четырех стенах нам кажется что нас никто не видит и не знает что мы смотрим что лайкаем и какие комментарии пишем ведь даже аккаунт не на наше настоящее имя заведен мы в безопасности засекречены как стервис особенно это касается так называемых троллей обычно это левый аккаунт куча неудержимого зла тухлой селедки радости и все это изливается на всю вещь а в надежде даже в полной уверенности что его то никогда не найдет никогда и вот мы узнаем из программы что это все не так ты никогда и не был одинок селиги си око твоего личного монитора имеет две стороны и точно так же как ты смотрел на кого-то точно так же смотрят и на тебя все твое тайное тайное только тебе и всем давно ясно делай вывод ты не бываешь один если на тебя смотрит твой экран я закончу а выставим кихот да но тут же у меня сразу возражение так а человеке не хочет быть так быть один если он хочет быть один он уединяется а если он выходит в интернет то значит это показатель того что человек хочет презентовать себя всему миру он не хочет быть одинок он выставляет себя на обозрение миллионов глаз то есть сколько за ним посмотрела чем больше тем лучше да есть такая категория но есть и другая категория людей которые как-то помнишь говорил артур в своем интервью которые уверены в своей засекреченности с левых аккаунтов они там смотрят порно или какие-то садомазы или еще что то что в их кругу или даже для них самих может быть не считается нормальным и вот они в полной уверенности что их никогда не узнают и как это всплывает когда они идут президенты или еще куда-то я говорила именно об этой категории которая считает что их никогда не найдут и ответила да теперь мой второй зеленый аргумент моя вторая зеленая карточка в пользу того что в сеть можно вываливать все фильтровать ничего не нужно называется он так неуловимый джо расскажу анекдот и так дикий запад в салоне сидят два ковбоя пьют виски и неспешно разговаривают вдруг по улице на огромной скорости проносится кто-то полит из револьверов а в салоне на него никто не обращает внимание эти двое за столом один другому били что это было это неуловимый джо гарри а почему его зовут неуловимый били потому что его никто не поймал гарри а почему же его никто не поймал били гарри его никто не ловит потому что он никому не нужен так вот в связи с нашей темой если ты не отъявлены таких большинство ты никому не нужен ну какая слежка для чего разве для того чтобы тебе что-то продать так ведь это скорее плюс а не минимум не минус не успеешь подумать о тебе принесут на блюдечке я закончил свой второй зеленый аргумент значит у меня нету вопросов потому что все мои вопросы будут как раз даже не вопросы как бы я парирую твои аргументы господин пихот в своем третьем аргументе и еще хочу посоветовать нашим зрителям и слушателям чтобы они посмотрели на программе на канале тэд о том зачем следить за государство странами если мы никто это тоже будет ответ на твой аргумент я закончу ну сейчас же твой третий аргумент да сейчас мой третий аргумент который у меня называется за все нужно платить и так артур в своем интервью привел пример учительницы которая в молодости могла под шоссе танцевать на столе и теперь это видео может быть доступно всем ученикам школы или института где она работает если это пример гипотетически не только наталкивает на размышление о будущих проблемах некой молодой училки последующий пример уже угрожающее прошлое из которого нужно тоже сделать реальный вывод это история джастин сако у которой было 170 подписчиков в твиттере 170 это немного правда и вот один из дней она глупо пошутила на своей страничке иногда неудачно шутим но и не повезло крупно не повезло один из подписчиков выловил ее шутку на своей страничке а у него было 15 тысяч подписчиков за 11 часов реального времени жизнь человека была разрушена джастин потеряла работу и узнала агрессивность общества во всей красе а затем еще долго пыталась обрести равновесие в этой жизни с помощью психолога и этот пример не единственный каждый из нас может назвать еще пару-тройку мы часто читаем в новостях о том как человек написал свое мнение на своей страничке в соцсетях и последствия этого невинного самолюбивого независимого поступка как-то сказались на его жизни это и увольнение и порицание и даже травля вывод за все нужно платить но задумайся по проману ли тебе такая цена за призрачную свободу и кажущуюся вседозволенность по ту сторону экрана в конце я приведу слова мудреца и клюзиарта веселись юноша юности твоей ибо вкусает сердце твое радости в одни юности твоей и ходи по путям сердца твоего и поведению очей твоих у меня сразу замечание что то что ты описал это символизирует процесс выздоровления человечества процесс понимания человечеством самого себя говорили мудрецы познай себя так вот человечество познает себя оказывается все мы ковыряемся в носу вот ты говорила об этой училке но по сути то как поступала эта училка мы все так поступаем и копни туда глубже то мы не такие светлые прям безгрешные что ты скажешь на я скажу что ты прав и поэтому как бы не нужно чтобы от твоих скелетов знала все общество особенно люди которые плохо к тебе относятся потому что к твоим скелетам и к твоим каким-то глупостям и глупым суточкам те кто тебя знают от всесторонние они будут не сходительные может быть даже ну как-то помогут тебе справить ситуацию но люди которые можно отнести к разряду недоброжелатели обязательно попытаются растоптать и тебя и твою жизнь то есть нужно все таки фильтровать сейчас мой третий аргумент моя третья карточка красная в пользу того что в сеть можно вываливать все и фильтровать ничего не нужно называется он публичная исповедь метафизический смысл исповеди в очищении от грехов грехи это изъяны внутреннего человека мешающие его просветлению постижению истины эти изъяны лечатся их осознанием и проговариванием проговаривая изменяешь ход своих мыслей проговаривая с сожалением постепенно и строгаешь из себя обычно исповедаются священнику который для этой цели специально подготовлен но в древней церкви практиковалась также публичная исповедь когда греховник выговаривал свои грехи всему люду так вот суть выговаривая очищаясь очищаясь просветляешься подобный метод выговаривания применяется и психотерапии пример общество анонимных алкоголиков люди собираются вместе и высказывают все что у них накопилось после нескольких таких выговариваний они уже трезвенники так вот социальные сети сегодня стали всемирной публичной исповедания мы вываливаем туда все свои изъяны и от этого становимся только светлее я закончил уважаемая дульсинея уважаемый кихот я парирую твой последний аргумент значит ты назвал священника потом общество анонимных алкоголиков и еще что-то все три варианта были когда идешь к священнику он дает как бы изначально у него такое что он обязан не разглашать то что ты ему рассказал тебе становится легче что ты с кем-то поделился но тот кому ты это дал обязан это хранить общество анонимных алкоголиков у них в уставе тоже стоит что все что сказано на этом офисе не выйдет за границы этой комнаты все-таки нужно выбирать кому ты говоришь и как люди к этому относятся я закончила уважаемый кихот да но у меня же аргумент звучал публичная исповедь в древней церкви была публичная исповедь но и сейчас иногда применяется когда человек выходит перед всем миром как бы и он рассказывает о своих грехах уважаемый кихот потому что ты правильно сказал это было общество верующих которые тоже обязаны есть заповедь и свидетельствует и как бы она подразумевает и не переноси то что ты увидел это общество тоже как бы перед всем миром но перед всем верующим миром и каждый кто услышал исповедание в этом обществе он будет для тебя молиться а не судачить то есть ты ранее своим исповеданием подключаясь людей к тому чтобы они тебе помогли нужно смотреть у нас же если люди вываливаются в соцсети это же они не тяжкие грехи вываливают они просто себя как бы презентую я довел до крайности как публичная исповедь привел как пример что человеку отклоны как когда он вываливает он очищается если публично исповедается и человек который соцсети пишет все что не попадя он таким образом очищается и это как своеобразная исповедь то есть я привел как аналогию я думаю что мы осветили две крайности этого положения и предоставим уже людям решать как им кажется правильным ну мы собственно привели с тобой аргументы ты скажешь свой итог по всем нашим аргументам да значит мой итог такой что интернет это очень хорошо но когда ты что-то туда выставляешь все таки должен подумать насколько тебе дружественный дружественный народ по ту сторону экрана и сделать вывод готов ли ты заплатить какую-то цену за то что ты сделал сказал или показал я скончу уважаемый чехот то есть твой вывод итоговый что нужно фильтровать что вываливать в соцсети я подытожу все наши аргументы сразу твои аргументы нужно фильтровать ты сказала нужно фильтровать потому что насколько свободен свободный человек мы мы еще не достигли той как бы свободы дальше все тайное становится явным и тоже нужно думать нужно ли делать тайное явным и за все нужно платить как бы там ни было но в реальности мы видим что если вываливать все то это грозит последствиями определенными и может даже судьбу человеку слова сломать это твои аргументы мои аргументы тоста любви в браке то есть что все таки человеку нужно нужна какая-то отдушина куда вываливать если не будет этой отдушины то человек будет нервозный и в итоге это будет отражаться на жизни трое неуловимый джоб суть в том что большинству людей вываливание ничем не грозит то есть подавляющему большинству людей и третье публичная исповедь что вываливая человек облегчает свое сердце и он становится более светел в этой в реальной жизни а не в той сетевой жизни мой итог если вот сравнить твои и мои аргументы в среднем все таки наверное надо частично фильтровать вот такой мой итог мы не достигли того уровня совершенства чтобы вываливать все в целом наша дискуссия окончена мы привели аргументы а кто нас слушает кто нас видит пусть оценивает это эти аргументы размышляет и принимает собственное расследительное решение я думаю на этом все и до новых встреч до свидания до свидания